Страхование – инструмент финансовой безопасности. На Могилёшчине проходит тыдень повышения страховой письменности. Специалисты с уместно с воротовальниками, да и иншими структурами сострыкаются с керувниками предприемства, працунниками, водителями, школьниками и рассказывают про важность страхования. Специалисты констатуют, сирот населения цепокуль быту и меркавания, что страхование – это не обовязково, мол, со мной ничего не случится. Тому и активность страхового рынка в Беларуси покуль невысокая. В связи с этим и заявился тыдень страховой письменности. Чтобы рассказать людям, рассказать руководителям организации простым доступным языком о сущности страхования и, самое главное, о его преимуществах и доступности. Например, автомобилистам рассказывают про перваги обыскового страхования громадской отказности. У дальней Кватыр про наиболее распространенные страховые выпадки, когда их соседи затопили водой, все иные соседи. А вот еще одна ситуация. У Нины Степановны поводка затопила участок, а в стене дома заявилась расколена. Увластность была застрахована, и пенсионерка отримала компенсацию. Теперь Жанжина сделает ремонт без лишних выдатков. Да, выплатили. Спасибо вам за страху. Довольны вы выплаты? Хватило вам на возмущение ущерба? Нет, что лежать, все мои денежки лежать. Будете восстанавливать все? Да, да. Все лежит, все буду. Ну, после Пасхи, ну, когда уже? Ну, куда уже? Сейчас уже праздники такие. Специалисты кажутся, страховка дозволяет человеку отчувать упыльненность и жить спокойно. И снижая верогодность, что форс-мажор перетворится у ля-минор. Явген Гуманюк, Сергей Крепяков, Александр Тарасов. Новины.Регион.